можно ли развить это как вы думаете вообще-то экстрасенсорные способности можно ли развить и до какого предела можно только единственное убрать менталитет убрать религию человеке сам себе убрать очень много логические вещи которые он восприимки воспринимать мира и попытаться понять что без его мозги без его сознания работает клетки он не знает мы не знаем как клетки работают и попытаться понять себя понять себе и начинать понимать мир послушать не только ушами а пошло послушать вокруг внутреннем состоянии объединиться с этим понимаете тогда человек начнет приходить всяких новые восприятия тогда начинать надо учить мозга что это такое мы всегда задаем вопрос что это а вот это пока мы не зададим вопрос что это мы ничего не поймем а человек в первую очередь должен сам себе простить за все что сделал потому что он делал тогда так как он понимал и поэтому не может себе судить что ты так сделал я так понимал так и сделал сейчас я понимаю по-другому сделаю по-другому и исходя из этих принципов там много да человек должен раствориться в природе чем он больше растворяется чем больше нет коммерческий как говорится желание с чего-то что-то тем больше открывается вот понимаете мне задают очень часто я заметил люди искренне вот начал мне вопрос задавать искренне он плачет человек я сразу слышу ответы вижу говорю что а когда с этими подковырками угадай что у меня в левом кармане конечно это мне раздражает мне это бесит просто ясно то тодор вот сразу работа журналисты немножко цепляться за слова в данном случае я зацепиться за одно слово это без подковырок естественно да к вопросам убрать религию имеется в виду убрать как бы систему религиозную именно в плане верования христианство иудейство мусульманство или или убрать саму по себе идею креативного создания мира убрать в себе все что как сказать воспринимать их такой какой есть да то есть убрать все привязки и перенадлежности кому-то именно все привязки иначе ты не можешь освободиться я вот сколько раз пытаюсь что-то вижу что-то ощущаю а потом я говорю не может быть почему потому что я культурный человек и того что я видел я не хочу это поверить не хочу это воспринимать и в итоге оказывается это первая мысль были правы и когда мы видим нечто ощущаем нечто мы его видим в трех ипостаси первое надо задавать всегда вопрос на это было это есть или это будет вот это три единства если человек не задает то есть я например не задаю эти вопросы забывают то есть я начинаю в пространстве колыхаться бегать и не могу понимать в каком состоянии нахожусь и находится мне мой ответ это нету человека что это значит нету или там чего то есть всегда надо задавать кучу вопросов и я заметил что чем я больше пишу каких-то там когда это работа тем четко у меня приходит больше информации я начинаю расшифровать то есть на каждый вопрос еще кучу под вопросов и если ты их не задашь ты можешь не ответить ты можешь ошибиться потому что логика не позволяет верить в того что нам не нравится а оказывается но истина это понимаете потому что убрать я грустью логику и все 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 что можно ну то есть отключить короче говоря ум и действовать на уровне интуиции это то что интуиция это то что нам приходит то что называется got feeling по-английски это вот то что первое наше приходит вот такое впечатление такое там импрессион по-английски станиславский говорил в первое впечатление да первое впечатление потому что как только мы начинаем его анализировать тогда мы уже входим все все уже все уже теряется тем не менее он верил или не верил да то есть итог хорошей роли у станиславского на уровне веры да я не верю это это уже ушли в слова это от внутреннему внешнему внешнему внутреннему и я как вопрос поднимают интуиция на самом деле это очень такая штука чем человек больше свободной эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ и закончим. Смешной историей. В общем, меня вызывает знакомый в каком-то проговориться вместе, смотреть там туда-сюда. Короче, там жена, подруги, все. Я закончил с женой, закончился, все хорошо, все довольны. Начинаю подругу рассматривать. Рассматриваю ее, я смотрю, вокруг нее какой-то такой мужик стоит. Я говорю, да, у тебя мужчина есть. Она говорит, нет. Я говорю, как нету? Есть мужчина, вот такой, такой, все, описываю его подругу. Нет она, нет, мужчина, вот. Я говорю, да не может быть, я же вижу, мужчина есть. Ну, думаю, ну, может быть, был когда-то у тебя тогда в таком случае, раз ты говоришь, его сейчас нету, значит, был. Да-да, был, 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 все, закрыли тему, все, был, все закончил, все хорошо. Выходим, меня друг провожает и говорит, по-русску-деревенскому со мной разговаривает, в эфире не могу. Тигрит, чуть-чуть меня не спалил. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю, как я не видит. Я говорю, а что я должен видеть-то? Говорю, ты же меня описывал. Я говорю, как тебя описывал? Ты же этой бабе, этой подруге жени, ты меня описал. Я же, говорю, с ней несколько раз был, а ты возьми-то меня, описывай, что у него мужик есть, а тут моя жена сидит. То есть, я его чуть-чуть не сдал. Хорошо, что они не догадались. С тех пор, когда я общаюсь с людьми, я так делаю только на четыре глаза. Потому что, не дай Бог, потому что у меня несколько случаев после этого. Вы имеете в виду четыре глаза один на один? Да. Вашего и этого человека, да? Иначе можно кого-то спалить, что-то сказать, что-то лякнуть и не понимать, и могут потом возникнуть конфликты. Вот такая штука, была смешная. Ну, на этой смешной ноте нам... Опасная история. Да, значит, то есть, с вами... Нет, ну, вы взяли за ум, так скажем, да? И вы уже таких вещей не делали. Нет, я соблюдаю субординацию четко. Все в этом плане. Хорошо, хорошо. Дорогие друзья, ну, на этом наша программа с Тодором Тодоровым и Ярославом Бекли-Мишевым подходит, или даже уже подошла к концу. Но мы будем встречаться не раз и не два. Тодор, наконец, нашел тот канал, на котором можно говорить без опасения, потому что, к сожалению, не везде можно сказать то, что думаешь и то, что знаешь. Можно говорить все, политика политикой, да? Это мы уже определяли. Дональд Трамп президентом, мы уже выяснили, не будет. Женщина президентом тоже не будет. Мы подробнее об этом узнаем потом в следующих программах. Я не знаю, согласиться с этим Ярослав или нет, но... Я могу провести политическую программу, но как бы зарекались, так уже зарекались, наверное. Ну, мы будем так немножечко касаться... Вот подумаем, да, касаться... Это все-таки интересно, тем не менее. Можно одну вещь добавить? Да, конечно. Я очень много думал над вот это прорицание, которое все... И что это сейчас, на сегодняшний день делает телевидение и интернет. Вы знаете, что происходит? Неважно, что человек скажет. Публичный человек говорит некое слово. Он в одном лице его сказал. Нечто. Хиггс слово сказал. Это слово передалось миллионы людей. Представьте себе, какая энергетика это слово уже принимает. Даже если это неправильное, это слово. Неправильное, как говорится, в этом наклоне пошло. В итоге тот первый, который это сказал, человек, в итоге вся вот эта масса поверит это и они это сделают. Вы понимаете, что происходит? Поэтому это очень опасно, эти слова. Вот они могут манипулировать через интернет, телевидение некие политики, некие люди. Получается целенаправленно говорятся некие определенные слова, нечто определенное, которое могут конкретно потом изменить те или иные события. Тодор, я извините, Михаил, я буквально одну фразу добавлю, любой телеведущий и радиоведущий, работающий в прямом эфире, прекрасно знает, что когда он даже не видит свою публику, не видит своих собеседников, а просто адресует куда-то, то с обратной стороны идет совершенно гигантская энергетика. Совершенно гигантская. И всегда человек, который просто смотрит в камеру, просто говорит в нее, но это прямой эфир, он всегда чувствует, что за этой камерой присутствует какое-то большое количество народа, и это ощущение совершенно непередаваемое. Поэтому, да, естественно, так оно и работает. Да, и вот по этому поводу я лично ношу пару амулетиков, которые мне рекомендовано наносить, чтобы защищаться от недоброжелателей. Тодор, я не вижу у вас амулета, но не сомневаюсь. У вас доброжелателей не будут больше. Не будут. Все. Не будут. Вы видите, как нам повезло, Ярослав. Ну, замечательно. Уже больше вас ниоткуда не выгонят, никуда. Ярослав, вы ищите. Полицейского убежища вам уже не придется просить. Да уже и негде. Да уже негде, да. Ярослав, вы курите? Нет, не курю, бросил. Бросил? Курил лет 20, но бросил полгода назад. Хорошо, немножко дыхалку свою проверьте. А, ну это само собой, разумеется. Я просто не в очень удобной позе сейчас сижу за компьютером, поэтому так получается. и не видно. Да, вас не видно, да. Проверьте свою дыхательную систему. Когда вы уже, наконец, свою камеру поставите, вот тогда вам Тодор все скажет. Да. Но не будет упражнения по дыхательным, потому что, если вы неправильно дичите, от этого может возникать неправильный кровотечение, и у вас будет здесь на шее зажиматься это, и потом будет голова болеть. Да, я понял. Спасибо большое, Тодор. Я проверю обязательно. То есть, Тодор, тогда уже мне стало интересно последний вопрос. Скажите, а вот на расстоянии вы можете вот как-то вот так вот, как делал Кашпировский, допустим, вот так? Не знаю, но я уже тоже... Не знаю, не пробовал, может и умею, да? Да. Играете ли вы на пианино? Да, не знаю, не пробую. То есть, подсказать. То есть, такой маленький нюанс. Я сейчас его почувствовал, что вот это его внутреннее волнение дыхательное, что есть что-то, какой-то некий проблема, поэтому задал, бывает либо откурение, бывает либо... Нет, но на самом деле, Ярослав, буквально на днях вы себя чувствовали очень неважно, насколько я помню, у вас с горлом было. Да, да, с горлом были проблемы, наверное, с этим и связано, да. Я это почувствовал и поэтому спрашиваю, что вот это такое, чтобы научиться немножко... Вот взяли воздух, раз, два, три, даже выбросить его, опять делайте пять, сейчас сразу, вот пять, шесть раза таких за две-три минуты сделайте, два раза в день, вы увидите, что вот это начнется циркуляция кровоносных кислород, кровоносных сосудов и у вас все будет нормально, получше. Я попробую, спасибо огромное. Да, ну это мы узнаем уже в следующем эфире, как это помогло или нет, ну а сейчас мне хочется... И руки массажируйте, Ярослав, руки, вот это очень важно для вас. Вот тут вы попали в точку с руками сейчас. Вот делайте, вот это делайте... Вот теперь я понимаю, что вы ясновидящий, потому что у меня небольшие проблемы тут с левой рукой, с двумя пальцами, я уж так по секрету всем говорю. Абсолютное попадание, абсолютное попадание. Ну вот. Проверку прошло. Ладно, есть другие вещи, я вам потом опять скажу, я тебя не могу здесь говорить. хорошо, хорошо. Я не в эфире, все, отпускаете. Договорились. Хорошо, дорогие друзья, я хочу попрощаться с нашими теперь уже друзьями, те, кто с нами были сегодня в эфире, это Тодор Тодоров, ясновидящий, экстрасенс, и Ярослав Беклемишев, журналист, известный журналист из Нью-Йорка. Я вас благодарю за участие в эфире, и мы будем встречаться с вами уже, наверное, с Ярославом мы встретимся еще на этой неделе не раз, а с Тодором, ну, посмотрим, мы обсудим возможность его почаще появляться у нас в эфире. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания, до новых встреч. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok